Всех приветствую на своем канале, а также на седьмой части создания конного приложения на Windows. В этой части мы настроим окно для выбора каталога хранения наших файл. В прошлой части мы научились сохранять и открывать текстовый файл, однако путь файла был постоянным и его нельзя было изменить. Когда мы работаем в программах, для выбора каталога файла открывается диалоговое окно проводника, что очень упрощает поиск. Для нашего приложения мы будем вызывать точно такое же окно. Для вызова окна на сохранение есть функция getSaveFileName, типа bool. Она вернет true, если путь был выбран и записан в буфер имени файл. Вся информация о параметрах для вызываемого окна содержится в структуре openFileName. Создадим переменную под эту структуру, а также выделим буфер для хранения пути файла. 260 символов вполне достаточно. Теперь в структуре нужно задать нужные нам параметры. Создадим для этого функцию setOpenFileParams. В качестве параметра нам понадобится главное окно приложения. Перед настройкой на всякий случай занулим все значения в структуре. Установим размер структуры, укажем главное окно приложения, укажем буфер для хранения имени файлов. Если вы хотите использовать расширенный тип символов, то буфер должен быть типа VHRT. Укажем длину буфера, укажем тип файлов, с которыми мы хотим работать. В нашем случае .txt. Укажем начальное имя файла. Я его указывать не буду, поэтому оставлю null. Длина начального имени файла в моем случае будет 0. Начальную директорию я укажу null. Теперь укажем флаги. Нам нужно, чтобы существовал путь к файлу и соответственно сам файл. На этом настройка диалогового окна завершена. Также не забудем создать прототип этой функции. Сделаем настройку окна сразу в событии wmcreate. Перейдем к команде onSaveFile. Проверим, что путь к файлу выбран с помощью функции getSaveFileName, а только после этого будем сохранять файл. Вспомним, что в прошлой части мы решили работать с однобайтовыми символами. Поэтому я верну тип буфера имени файла на char, а в типе структуры добавлю букву A, чтобы использовать однобайтовые символы. Также в типе файла сменим тип строки на char, убрав L. Теперь никаких ошибок нам не высвечивается. Также в качестве примера давайте установим свою начальную директорию. Аналогично сделаем и для загрузки файла, но функция будет getOpenFileName. Запустим приложение, напишем текст для сохранения и нажмем сохранить. Теперь у нас открылось диалоговое окно, в котором мы можем выбрать путь, имя и расширение нашего файла. Укажем имя и нажмем сохранить. Проверим, что все сохранилось. Очистим текст и попробуем загрузить только что сохраненный файл. Как мы видим, все прекрасно работает. Теперь мы сами можем выбирать, куда сохранять и откуда открывать файл. Надеюсь, это видео было тебе полезно. Если остались вопросы, задавай их в комментариях. Если тебе понравилось это видео, подписывайся на канал.